Поварю ни на кого, но я не пойму, как можно на дом заработать. Это, я не знаю, что надо. Это надо родиться, что ли, умным каким-то. Вопрос к Женьку. Почему мужчины бьют женщин? Вот у меня тоже сегодня лупасил. Я считаю, что если... Почему ты лупасишь меня? И вообще, почему мужчины лупасит, Женька? Я считаю, что это уже не мужчина. А что, ты меня, кстати, бил пару раз. Если человек поднимает руку на женщину, что это не мужчина. По почкам, селезенку отбил. Саша, ну не неси. Не, подожди, ну что ты... Как дела наделала, теперь хвост под жопу поджал. Ты посмотри на него. С Теном он дохает. Сейчас же поверят. А я сейчас вру. Будешь кусать? Нет, только не ерунда. Понятно, кстати, тебе вообще неприятно. Да? Ладно, что-то. У вас и так нечестный труд. Да что в гвардии нечестный труд. Что он кушает? Ну какой-то бургер кушает. Вот он именно на этой заправке, как она называется? Нет, он называется... Да, я вижу тебя, на каком-то бургере. Любит в лаваше мяско разорнуться с овощами. Довут в бургере. Я там и не люблю. Сейчас ты классная башня. Ну и ба. Что он кушает? Сегодня походу потеплеть, так еще причмакивать. Ребятка... Зато у меня никто не спрашивает, что я пью. Коколета была ваша... Пьет, значит, любит 100%. Ну, видите, это нормально. Митя с вами все равно что не будет. Ну, это понятно, но... К чему вы это? Я не пойму просто. Звук пропал. Куда пропал? А так слышно? Не слышно. А вот и слышно. Саша, вы стыдитесь с Женей. Ну как? У нас могут быть дискуссии там на повышенном тоне. Но кто-то думает, что это ссора. Но для нас это будет не ссора. Да, вот как раньше мы там можем в прямом эфире что-то жарко обсуждать. А вы там не сморьтесь, не ругаетесь. Обязательно не ругайтесь. Поэтому просто на повышенном тоне разговариваем. Так вот, ну, ссор каких-то, ну, редко. Он же такой еще, отхватить от меня может. Ребят, со мной поругаться очень сложно. Потому что я человек очень добрый и понимаю. И по почкам когда, чтоб не ругалась. А Саша говнистая. Да. Жень, ну тоже, да? Вот по-честному сейчас. У тебя же такой характер. Ну вот просто. У меня? Ага. И все же думают, Жень, какой такой классный. А я считаю, что у меня идеальный характер. Да, конечно. Серьезно. Ни одна в жизни после того же женщина не прожила. С таким характером, как у тебя. Он же для всех такой хорошенький, знаете. У меня идеальный характер, Саша. Да, конечно. Да, конечно. Боже, слушайте его. Врет как-то с собаком. Девочки. Из Азова. Привет. О, еще некоторые смотрю, с окон не убрали гирлянды. А вы убрали уже гирлянды? Скажите мне. Удачи вам. И вам оба хороши. Классно. Спасибо. У мужа тоже характер уго-го. Вот, Женька, вот серьезно. Все же прикидывается. Хи-хи-ха-ха. Такой он мальчишка, весельчак. Ага. Знаем мальчишку. Предзоворождь, привет. Сегодня у Женьки, пока гуляли, был с Лехой Самсоновым. Может, помните такого с Дома-2? Рама такая здоровая. Вот. Был прямой эфир, они там что-то общались. И вот Леха вспоминал, учиться. Ой, Саша. Город Воронеж. Школа номер 49, а улицы не помню. Я причем сейчас вот я вспоминаю, где училась, а я улицу не помню. Я помню, что в Харькове Полтавский шлях, а здесь, а в Луганске школы номер 24 лицея физмат. А вот, а улица я не помню. Может, Волкова или Гагарина. Не помню. Привет, Донецка. Привет, Донецка. Красивая пара, спасибо. Привет, Магнитогорска, привет. Ну, что там такое? Только у тебя желудочек болел, и давай этой колку или что-то такое. Блин, я забыл, ёпарасоты. А ты что мне не напомнила? Как вкусно. Сегодня болел желудок, да. А что ты мне не напомнила-то? Так вот, я увидела и напомнила тебе. Ой, блядь, идиот. Я колу не пила, я не знаю сколько уже. Ну, наверное, полтора года. Разваливаться стал, ребят. А Женю на роль ведущего дома 2 приглашали? Нет. Нет. Не приглашали. Там есть лучше. Там туда приглашают достойные. Достойные, ребята, да. Я не достойный. Женька не достойный. Я не злюсь и не обижен. Не плачь, не плачь только. Смотри, как я сделал шапку. Держись. Теперь она у меня вот такая шапка. О. О, мне это нравится, кстати. Ключи лампочку. Ой, ты моя сладкая. Фу. Ребят. Я не могу, я здесь отрыжки терпеть не могу. Камень из почек выходит. Я не могу. С желудок что-то болеть стал. И давай отрыжки пускай. Нет, стал рассыпаться, король. Я не знаю, вот после 35, знаете, что самое удивительное? Удивительно, что беда не приходит одна. Вот нет, знаете, какие-то... Готовить нужно. Конечно, ты гуся моего видела, готовить нужно. Вот, я рассказываю, Саш, хватит хуйней это заниматься. Я говорю, ничего не приходит точечно, знаете, вот. Что-то одно заболело. Это смирается, когда Женьку перебиваешь, злится. А как он мне постоянно перебивает, ничего страшного. Да? Я не злюсь, я просто рассказываю ребятам, а ты начинаешь отвечать какой-то курве, понимаешь? Не, она говорит, почему? Ну, она написала, готовить нужно. Что готовить нужно? Уже 5 готовила, готовить нужно. Что, блядь, что же она теперь? От того, что она тебе написала, что мне готовить, она не курва, что ли? Нет, так я объяснила ей, что она курва. Ребят, перебивайте. Это от колы хорошо покушь. Хорошо покушь. Саш, крепись, спасибо. Вот посмотрите, я вам про характер. Дай на секунду. Говоришь противный? Ох, реально, слышишь, я знаешь, на кого похож? Ты кого? Ты пяток лет? На этого, на губернатора. Сегодня мы соберемся, обсудим на заседании все глобальные вопросы, ребята. И тут этот воротничок из норочки или с кролика, знаешь? Да. Кто отвечает за дороги в городе? Что происходит? Геннадий Викторович. Ну, это уже такая, донецкая тема. Ты в эфире, пусть не лезет. Пошла в нахуй. Убери от ее телефона. Убери от ее телефона. Убери от ее телефона. Вот, может, ты хочешь прочитать. Только твой боевой характер Женьку выдержит. Вы красавчик. Не ругайте, ребята. Спасибо. Ребят, вот на самом деле я идеальный. Вот, правда, идеальный. Врет и не скривится. Вот, просто. Вот, дочерь, если бы могла бы сейчас скрыть, призналась бы тоже. Смотри, смотри, смотри. Помолодел, шапка к лицу. Шапка на голове. К лицу у меня усики. К лицу, все к лицу. Похоже на Ипполита. Вот. Привет из Твери. Твери, привет. Так, ребят, радио приветов потихонечку. Заканчиваем. Женя, зови свою маму, пусть готовит тебе диету. Ребят, значит, смотрите, по поводу диеты. Мне необходимо, причем уже последних лет семь, еще до встречи с Сашей. Поэтому мне надо писать за то, что там... Женя у нас диета. Да, что типа там Саша, из-за того, что не готовит. Все, все свою жизнь. Я 84-го года рождения. Ребят, кто понимает, о чем я говорю, кому 30 лет и выше 30, те прекрасно понимают, что начинает происходить с организмом. Наш организм, они вечны. И у нас была, мы дети в конце 90-х, начало 2000-х. Это была, офф, кайфушная жизнь, разгульная. Все бухали, понимаете. Все, кто-то что-то курил, кто-то что-то нюхал. Я выпивал, вот понимаете, ну как все молодежь, но немного. И, конечно же, питание было отвратительно, потому что... И вообще не было. Да, потому что в какой-то момент в России не было ничего, а потом бах, и стали завозить чипсы, херипсы, попкорны, шмопкорны. И все жрали просто тоннами это все. Это страшно. Мне 41, понимаю. Не гони понт. Какой понт? Ладно тебе понт, блядь. Я рассказываю про свое здоровье, ты мне говоришь, не гони понт. Ты что, мой лечащий доктор, что ли? Или у тебя медкнижка моя, ты знаешь, что со мной происходит. Брат. Санитарка твоя. Санитар леса. Привет из Гомеля, привет. Ну, поэтому я говорю, поэтому это вот молодежь не понимает. Реально после 30 начинает крыть. Там, тут, закоем. Поэтому, Женя, у нас все время есть бутерброды с колбаской, бутерброды с икоркой, бутерброд с маслом, сыром. Вот, и больше ему ничего не надо. Ой, Ирина Кутина, по поводу того, что нервы мои, это, наверное, 80% всех моих заболеваний. Это мои нервы, потому что я все пропускаю через себя, у меня нет привычки с кем-то делиться. То есть... Ну, здрасте, со мной ты не делишься? Да ты же мне эти нервы и трепешь. Как я могу с тобой делиться на эту тему? Да? Ну, конечно. Ты... Я сам жену выбирал такую. Ты меня, ты сделала так, что я начал чихать, кряхтеть и пукать. Так я тебе уже взяла хромую лошадку. Поталось бы и чихать не смогла. Когда мы с тобой познакомились, я слегка прихрамывал. Ну, вот за пять лет я уже, прости меня, знаешь, как говорится, уже конечности лишился. Да, я наоборот раскидываю. Займите. Кать, выпил колу и опять заболел желудок. Да, ёптой. Ну, ума пола-то, конечно. Ну, я забыл, что я мне сегодня болела. Ну, что значит забыл? Так хорошо, что я вовремя напомнил. Забыл. Ну, что, домой прям клизмочку сделаю. А клизма-то чё здесь при чём? Саш, если у тебя все болезни через жопу, понимаешь, что... Слава Богу, моя... А я при чём? Это же твоя питька. Моя жопа в целости и сохранности. У нас всё отлично. У тебя Жека молодает и наоборот молодит. Да не получается, Аркад, молодить. Женьку просто накрывают. Он хочет молодить, а он увядает, понимаете. Ещё такой же на красавице и крабе, конечно. Ребята, а Роза, фосфолюгель ты мне пишешь. Моя золотая. Фосфолюгель, он поможет, если тебе 20 лет, и у тебя первый раз что-то заболело. Для чего она? У меня болит желудок. Мне фосфолюгель не помогает, ребят. А с фосфолюгель, а чего всё? Ну, а вот это туда. Фосфолюгель, это вот это после... После 40-ка? Нет, после, когда ты помнишь этот напит... Ой, ёлки-палки. Ты что, куртку засрала? Как кобылица, ё-пара, всё засрала. Вот тут веточку облизал. Это не пенка. Это там ребята сидели, некуда было пепел стряхивать, они тебе в стакан натрясли. Перхо тебе накидали. Амепрозол. Амепрозол, не знаю, фанс, мужики, а мужики, ты как? Нормально, амепрозол. Ребят, амес у меня лежит дома, амепрозол, вы понимаете, вы пишите про то, чтобы он снимал боль. Мне не нужны лекарственные препараты, которые снимают боль. Нужно то, что лечит. А лечит что? Нужно отправить Женька в санаторий, поэтому... Кстати... Скидываемся, Женьку. Фу, блядь. На путёвочку, оздоровительный. Кстати, только что написали ребята, что приезжай в санаторий лечиться, вот на электрофорезду, душ шарко, как дадут взад. Шарко, грязевые ванны, конечно. Грязевые ванны мне не нужны, я вон с тобой живу. Массаж простат. Целый день, как в резевых ваннах. Какой массаж простат? А зачем мне массаж простаты нужен? Ты же вчера ходил. Блядь, Саш, ну не неси херню, правда. Ребят, я никуда не ходил. Я не хочу 15 куб. Ребят, я не... О, блядь. Пить картофельный выжатый сок натощак. И огурчик свеженький. Гастрокопию делал, ребят, делал, делал. Вот этот... Поэтому я знаю, о чём я говорю. Поэтому то, что вы пишете про картофельную стружку или там про... Шелуху лука. Куда там смочены, заварены. Или там подорожник приложить к животу. Эта херня мне не помогает, ребят. Ещё. О, блядь от терапии. А мясо надо пить каждое утро натощак, и не будет болеть. Не могу. Нальпаза. У меня есть нальпаза. Нальпаза хорошая тема. Вот, кстати, нальпаза помогает. Вот нальпаза помогает. Плюнь на огурец и в пуп. Ребят, вы как это знаете? Как моя жена. Почему вы считаете, что... Вот у меня у Саши всё через жопу почему-то лечит. Ну, ты говоришь, вот массаж простаты, ты говоришь, я вчера ходил. Так ещё электрофорез. Ну, я же не ходил на массаж простаты. Ну, что ты подписчиками? Вот вы понимаете? Да нет. Ну, на какой массаж? Вот теперь скажи своим подписчицам, что мой муж не ходит на массаж простаты. Потому что я не хожу на эти вещи. Я не ходил на эти вещи. Ты что, прикалываешься, что ли? Ты понимаешь, что они... Пару раз-то ходил к Ивану Петровичу Мухину. Ребят, к врачу ходить. Да как раз такой умный, что налечишься? Да как раз ты такой умный, что не лечишься? Нет, я лечусь, ребят. У меня лекарства есть. Я лечусь. Огурочек с пупырышкой. Лечусь. Я просто смею, что когда начинаю... Иван Петрович Мухин помогает тебе лечиться. Кстати, водка помогает тоже. Я вот считаю, я вот знаете, как скажу. Я вот когда пил, ну как пил, там мог выпить, там. У меня ничего не болело. Сейчас вот я не курю, бросил курить. Уже так отказался полностью от пива. Вот уже где-то недельки три его не пью. Другой алкоголь тоже. Опять и все заболело. Еб твою мать, опять можно начать курить. Я говорю, вот это все болезни из-за нервов, ребят. Вот все из-за нее. Вот реально из-за нее. Посмотрите, на тебя показывал. Смотри, какая хорошенькая, молоденькая. А ей плевать, понимаете, ей по бороду. Ну покажи. На мать драконов я теперь похожа, нет? Мать драконов секси была. Помните, она разделась там во второй части? Какая она секси, обычная девочка как девочка. Ну мать драконов хорошенькая, что-то. Нет, там секси этот принц, которого убили, или король. Который, карлик? Страшний. Ну карлик, который. Ну да. И бухать. Водка с солью. Ну да. Жень, тебе нужен обыкновенный отдых, меньше нервов. Вот это вот самое, кстати, правильное сообщение. Вот пожалуйста, отправьте. Вот я клянусь вам, я считаю, что вот мне просто нужна перезагрузка. Меня уже просто разрывает, блядь, в этом мире, в этой жизни, просто разрывает. Постоянно в стрессе, постоянно в каком-то стрессе. Я вот, меня Сашка постоянно за это ругает, она говорит, ты не можешь даже на секунду расслабиться, тебе надо научиться расслабляться. Я не могу все через себя пропускать. Хотя по жизни, по-хорошему, пофигеть. Это я сама такая же. Ну вот я сейчас полечу к родителям, дней на пять я полечу, ремонт буду делать в комнате. Там тоже особо не отдохнешь. Ну вот, там я отдохну, потому что там я буду в окружении людей, которые меня любят по-настоящему и искренне. Да. Море поможет, может быть, может быть. Ребят, спирт натощак, вы что, с ума сошли? Не надо, море поможет, море унесет его, вы что? Зачем мне? Русалочки быстро там стоят уже на подхвате. Так, что, вопросы там есть? Какие вопросы-то? Нет там никаких вопросов. Вот туда пошли. Сашенька, ты красивая, умная, так приятно. Дальше, дальше. Ну у тебя желудок были, какой-то хлещ. Блин, ну забери ее, пожалуйста. Что надо забирать, Жень? Правильно, Жень, говоришь. Не пьешь, не куришь, и болячки вылазят. А кто пьет, у них каждая клеточка проспиртована и все. Вот я, кстати, знаете, удивительное дело, понимаете? Вот есть люди без определенного места жительства. Живут в подвалах, едят, не моются. Едят там непонятно что. Понятно, живут до 80, до 90 лет. Потому что ближе к земле, понимаешь? Вот я вам отвечаю. Вы, конечно, многие скажете, Кузин, ты какую-то херню несешь. Но я реально бросил курить, бросил пить. У меня все заболело. Все заболело. Еще на работе перетруждаешься. А вот, представляете, если еще и Сашку брошу. Вообще сердце остановится. На работе, да. Наконец-то заживу нормально. Наконец-то. Мы больные и шальные. Вот это точно, это про нас, Даниль. Да, мы больные и шальные. Сашик, а точь красивая, очень хорошая... Ой, хватит брехать. Спасибо. А ты пей. Не надо мне... Да, кстати, Ольга, по поводу Айкоса. Вот я перешел на Айкос, и вот у меня стало болеть все. Может, это не за то, что я курить бросил, а за то, что я начал Айкос курить? Ну, сейчас напрольешь на меня. Там же кофа был. А, губки, губки. Смотрите, какие губы. Видите? И носик. И носик. Вот такая. Опа. Ты в голове семьи, поэтому постоянно на нях ответственность за семью. Это правда. Это депрессия организма. Это нормально пройдет. Ты же с диетой ешь всю нору. Какая диета, ребят? Вы что, прикалываетесь? Ребят, он же ест одни бутерброды. Я его не могу же не заставить есть что-то путевое. Не хочет человек. Вот гуся тоже вчера сделали. Ну, что он там съел? Жопку и одну лапку. Все. Айкос говорит, как гречка жареная пахнет. У меня от Айкоса тоже болеть стала грудная клетка. Вот, Мика, вот здесь стала болеть. Но это желудок. Это не грудная клетка, это желудок вот здесь. Пошли ты ему, хватит жаловаться уже. Вот правда. Дома ноешь, здесь ноешь. Да я дома не ною. Да, конечно. И здесь не ною. А к Ивану Петровичу Мухину на массаж просады когда ходишь? Постоянно мне потом звонит. Ты чего у вас добрались? Все, ребят, я вас всех обнимаю. Говори пока. Пока. В конце хочется сказать одно. Не болейте. А если болеете, не говорите об этом никому. А если говорите об этом никому? Вот видите, я начал болеть, у меня и мозг перестал работать. Все, пока. Не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.